Добрый вечер, драгоценные! Рады приветствовать вас на нашем четверговом богослужении. И давайте, прежде чем мы начнем наше служение, и я буду делиться с вами словом, которое я сегодня приготовил для вас, мы вместе помолимся. У каждого из нас есть нужды, и я знаю, что вы просите молиться, вы можете писать свои молитвенные нужды, просьбы в комментарии к этому видео, в сообщениях в группе WhatsApp. И мы каждый день регулярно со служителями молимся и возносим ваши нужды перед Господом. Поэтому, если вы еще в чем-то нуждаетесь, если вы еще на этой земле и сталкиваетесь с трудностями, также присоединяйтесь сейчас вместе со мной в этой молитве. Мы будем обращаться к Господу с верой, что Он слышит нас, Он отвечает нам, и Он воздает нам по нашим молитвам, по нашей вере во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся. Господь всемогущий, мы обращаемся к Тебе, мы приходим пред Тобой, пред Твоим престолом, мы склоняем свои колени, свои сердца перед Тобой, мы уповаем на Тебя, мы живем на этой земле, и каждый день мы сталкиваемся с трудностями, с испытаниями. Мы верим, Боже, что Ты благословляешь нас, что Ты направляешь нас, даешь нам силы, возможности выходить из этих испытаний победителями. Ты даешь нам силы проживать новый день, силы для того, чтобы побеждать какие-то болезни. Господь, мы уповаем на Тебя, и мы верим, Боже, что Твоя сила и естественная, и сверхъестественная, она реальна сегодня, и Ты можешь прямо сейчас исцелять, восстанавливать, обновлять, Господь, в жизни Твоих детей. Мы уповаем на Тебя, благословляем Твое святое праведное имя, Господь. Мы также молимся, благослови сегодня это служение, открывайся нам, мы нуждаемся, Боже, в Твоем слове, нуждаемся в Твоих откровениях, мы желаем, Боже, слышать Твой голос, мы желаем, Господь, следовать за Тобой, Твоими путями. Господь, благослови нас, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, сегодня хочу взять тему для проповеди про отдых. Предлагаю открыть вместе со мной место из Священного Писания, это Евангелие от Марка, 6 глава, 30-31 стих, и прочитать. И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Время лета, время отпусков, по крайней мере здесь у нас на Урале, чаще всего люди ездят в отпуска летом, уходят с работы, готовятся к отдыху. И это хорошее время для того, чтобы поразмышлять над тем, а как же отдыхать, а нужно ли отдыхать. Может быть, нам постоянно необходимо трудиться в слове. Но даже Иисус отпускает своих учеников, апостолов, которые, как написано, немало потрудились, учили, отпускает отдохнуть. Он говорит им, отдохните немного, отправляет их в пустынное место. Я хочу сегодня поразмышлять не над тем, где и как отдыхать, а какие виды отдыха вообще бывают. Как священное писание, окружающий мир, природа учит нас отдыху. И выбирать, где отдыхать сейчас, наверное, довольно сложно. Турция закрыта, в Сочи цены очень большие. На Урале не каждый знает те места, где его ждут на комфортный отдых. И я думаю, этой информацией вы можете научиться у Гугла или у других каких-то источников, у друзей. Сегодня мы будем разбираться, как Господь желает, чтобы его ученики отдыхали. И я покажу три вида отдыха, которым нас учит, может быть, не в прямую священное писание, но очень в прямую окружающий нас мир, природа, творение, которое создал Господь. И через эти периоды, через эти ритмы природы Господь учит нас также отдыхать. И первый вид отдыха или период – это отдых физический, который также нам необходим. Мы в нем нуждаемся, нуждаемся каждый день. Точнее, каждую ночь Господь так сотворил планету, землю, наш мир, что у нас есть день и ночь. И ночь нам нужна, необходима для того, чтобы отдыхать. Хочу вместе с вами открыть еще одну историю. Историю про Илию, который тоже трудился, много совершил. Он боролся с жертвенниками Ваала и Изавели. И вот в третьей книге Царств, 19 главе, с 4 стиха, описывается такая ситуация. «А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Видно, заметно, что Илия устал, у него опустились руки, он просит смерти себе. Я думаю, что кто-то из вас переживал подобные ситуации, переживал подобные эмоции, когда все сыпется из рук. Ты вроде бы сделал многое, но уже нет сил. И ты опускаешь руки и говоришь, «Я не готов идти дальше, я устал». И вот эта ситуация описана с Илией. Пятый стих. «И лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой». «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись пищей той, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива». Господь кормит Илию. Он дает ему питье. И он дает ему возможность отдохнуть физически. Дает ему возможность поспать. Физический отдых необходим нам ежедневно. Невозможно взять и выспаться на неделю или на год вперед. День наступает каждые 24 часа. У нас приходит утро. И также приходит ночь. И эти два периода, которые сменяются в природе, они точно также должны сменяться в нашей жизни. Для того, чтобы наши тела, наше физическое здоровье могло восстановиться. Чтобы наш организм, он мог бы наполниться ресурсами для того, чтобы в следующем дне иметь снова труд, иметь силы, что-то преодолевать, к чему-то двигаться. И моменты недосыпа, усталости, какого-то вот этой усталости, физической усталости. Я знаю, что некоторые студенты имеют в себе силы, готовясь к сессии, не спать днями и ночами по несколько дней. Я в себе такой силы никогда не имел, поэтому готовился к экзаменам исключительно днем. И не хватало меня на несколько ночей, как это делали какие-то мои одногруппники. Я знаю, что какие-то проекты в работе, в бизнесе, они не отпускают человека, могут не отпускать и ночью, и эти мысли, они крутятся. Но так важно останавливаться, останавливаться каждый вечер для того, чтобы отойти в покой, отойти в сон, отойти в состояние, когда твой организм физически отдыхает. И не случайно здесь Господь также описывает то, что Илья не просто спал, он еще ел и пил. Вообще режим дня, который мы выстраиваем, он очень важен для нас, потому что наш организм, он за счет этого живет, и за счет этого приобретает ресурсы на новые дела, на новые поступки, на продолжение жизни. И это можно сравнить с батарейками. У вас когда-нибудь садились батарейки в пульте от телевизора или в брелке от автомобиля, и когда у тебя в брелке от автомобиля села батарейка, ты подходишь к нему, хочешь его открыть, а и автомобиль, сигнализация и брелок начинают сходить с ума. Они ведут себя неадекватно, именно потому что у батарейки не хватает сил совершить то, для чего она призвана, предназначена. И точно так же происходит с нашими телами, физическими организмами. Когда наши батарейки разряжены, мы начинаем, можем совершать какие-то неадекватные поступки, неадекватные мысли залазят к нам в голову, такие как Килли, он просил смерти себе. Но явно это было какое-то помутнение, потому что, читая дальше, мы понимаем, что это было несерьезно. То есть он не собирался умирать и не хотел этого делать. Это была усталость, спасение от которого является физический отдых, который нам так необходим. Второй тип или период отдыха, которым у нас учит Библия, которым у нас учит окружающий нас мир, наше законодательство, это еженедельный выходной. Хочу прочитать одну историю. И это не заповедь, в которой Господь призывает седьмой день отдыхать. Это уже последствия этой заповеди, как израильский народ жил, исполняя эту заповедь. История из книги «Исход», 16 глава, с 22 стиха. «В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, «Вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господу, Господне. Что надо б напечь, пеките, и что надо б наварить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не вас смердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, «Ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле, шесть дней собирайте его, а седьмой день, суббота, не будет его в этот день». Израильский народ собирал манну, хлеб, в пустыне. И шесть дней они собирали, и шесть дней ели. Но в седьмой день Господь сказал, не будет этого хлеба, вы не сможете его найти, вы его не соберете. Но есть вы его будете, потому что вы его собрали в предыдущие дни. Знаете, иногда кажется, что работодатель придумал эти шесть дней рабочих, или пять дней рабочих, как в нашей стране, и два выходных. Но это не просто выдумка людей, это не просто выдумка каких-то властных людей, мироправителей. Это повеление Господне иметь еженедельный выходной. И более того, он его специально создает для израильского народа, который ходит в пустыне. Он не дает им возможность найти хлеб в седьмой день. Хочу еще прочитать из книги «Бытие», вторая глава, два стиха, второй и третий. «Это момент, когда Бог творил этот мир и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Господь не создал нас роботами, механическими конвейерами, которые выполняют определенные функции. Да, каждый из нас для чего-то предназначен и имеет определенный смысл этой жизни, функций, умения, навыки. Но мы не можем выполнять эти навыки без остановки, постоянно, как робот. Потому что даже любимое, очень хорошее, качественное, необходимое дело, если мы будем его делать без остановки, оно нам, ну не сказать, что надоест, оно нам приестся. Мы устанем от него, мы возненавидим его, мы перестанем получать наслаждение от него, и мы сможем разочароваться от этого дела, от этого, может быть, дела, которое мы призваны делать, призваны Господу. И именно для этого Господь дает нам повеление останавливаться, останавливаться от этого дела, останавливаться от этого функционала, от необходимости совершать это каждый день, один раз в неделю. И это не бездельниче. Это не значит, что ты просто садишься и ничего не делаешь. Ты просто садишься и залазишь в соцсети, ешь, пьешь, отдыхаешь. Можно так уйти в другую крайность. И, ну, в свое время, в советское время была статья за тунеядство людей, которые ничего не делали в будний день, вылавливали на улицах. Но это другое. Это отдых в седьмой день на основании шести дней, которые ты трудился. Написано, Бог почил от всех дел своих. Есть такое выражение почить на лаврах. То есть ты чего-то достигаешь, что-то совершаешь и уже на последствиях вот этого сделанного дела ты почишь, ты отдыхаешь на основании труда, который совершил. И Господь в седьмой день он наслаждается творением. Он наблюдает за тем, что у него получилось. Он смотрит на человека, он смотрит на ту природу, которая у него получилась. И он почит на этом. Он смотрит и радуется тому, как хорошо все сложилось. Любители пазлов меня поймут. Классно, когда ты собираешь пазл, и какая-то часть твоей картины, она нарисовалась, вырисовалась, и ты радуешься этому. А порадовался, на следующий день начинаешь снова собирать этот пазл, и еще какая-то часть собралась, и ты радуешься. Но когда собрана вся картина, тебе недостаточно просто положить последнюю частичку этого пазла и сказать, ну все, отряхнуть руки и перейти к следующему пазлу. Тебе необходимо какое-то время, ты оставляешь его на столе, где собирал, или может быть упаковываешь в рамку, вешаешь на стену, и ты любуешься этим, ты наслаждаешься тем, что у тебя получилось, ты получаешь наслаждение от удовлетворения, от проделанного труда. И именно для этого нам нужен седьмой день, нужен выходной. Не просто как белка трудиться, но останавливаться для того, чтобы посмотреть, а что у тебя получилось, а хорошо ли это получилось, а как классно, что это получилось. И если переводить это на наш мир, на наши земные дела, наш труд он оплачиваем. И шесть дней или пять дней мы трудимся и получаем за это награду, получаем зарплату. И седьмой день я так условно назвал день потребления. Это день, в который ты ничего не должен делать, за что получишь зарплату, но ты должен ее тратить, тратить эти финансы. И это не значит, что ты каждую субботу или каждое воскресенье должен брать все заработанные с собой деньги и идти по магазинам и тратить их все от начала до конца. Нет, я говорю не о том, чтобы сходить за продуктами. За продуктами можно сходить и на недели. Я говорю о том, чтобы насладиться или совершить какое-то действие, может быть, затратное для тебя по финансам, может быть, требующее от тебя каких-то других ресурсов, но то дело, которое ты совершишь для себя, для наслаждения, для удовольствия, для радости, и этот день, он тебе необходим. И, знаете, многие говорят, ну а как же, ну вот, я неделю работал или работала, у меня были свои дела, а дома-то никто же не работал, надо же навести генеральный порядок, уборку. И многие женщины субботу, например, тратят полностью на то, чтобы работать, но не на кого-то, а на себя. А в воскресенье у нас еще всплывает картошка, которую нужно ехать, сажать или копать, и это так важно и необходимо. И после воскресной картошки вечером у тебя прям такая радость, удовольствие и желание в понедельник снова выходить на работу. Нет ведь, такого не происходит. Нам необходим день. День не столько покоя, сколько потребления, наслаждения, наслаждения и удовольствия для того, чтобы в понедельник приступая к новым задачам, к новому труду, к новой работе, к новым делам, у тебя было желание совершать это, для того, чтобы спустя шесть дней твоего труда ты снова мог радоваться и наслаждаться от плода рук своих. И этот период, он не просто создан природой, он заповедан нам Господом в Священном Писании. Третий период или вид, тип отдыха. это отдых ну, казалось бы, первый физический, второй эмоциональный, душевный, а третий должен быть духовный. Но, знаете, духовно отдыхать или отдыхать от Господа не совсем правильно. Мы, в принципе, духовные люди и мы каждый день живем духовной жизнью. Отдыхать от этого не стоит. Но я назвал этот тип отдыха стратегический. А стратегический объясню, почему. Давайте откроем первое послание Петра, первую главу и прочитаем с 24 стиха. Ибо всякая плоть как трава и всякая трава человеческая как цвет и всякая слава человеческая как цвет на траве. Засохла трава и цвет ее опал, но слово Господне пребывает вовек. А это есть то слово, которое вам проповедано. Господь так устроил мир, природу, что она меняется, обновляется. Весной вырастает трава, она зеленеет, она начинает колоситься, летом начинает зреть плод, осенью ее жнут, собирают эти плоды и потом наступает смерть, гибель этой травы. А где-то может быть в жарких странах она засыхает, у нас она замерзает, иногда раньше положенного, но это процесс, повторяющийся из года в год и это период, который Господь также создал не только для природы, но и для каждого из нас. Есть время плодотворного труда, сеяния, поливания, жатвы, лето, осень, весна, вся природа трудится, но зима это такой период, когда природа отдыхает, и она прекрасна в своем отдыхе, но в ней абсолютно минимальные жизненные процессы. У нас по закону или по обычаю, по обыкновению принято ездить в отпуск раз в год. Ну, кому-то не разрешают ездить раз в год и говорят, пожалуйста, делите, ездите два раза в год, но так или иначе есть время, когда мы оставляем привычный уклад нашей жизни повседневный труд, оставляем на длительное время и уезжаем. И многие, они путают вот эти вот этапы отдыха и думают, что нужно все сделать в отпуске. Выспаться нужно в отпуске, эмоционально наполниться нужно в отпуске, но так не работает. Физический отдых нам необходим каждый день. эмоциональный отдых по священному писанию нам так необходим каждую неделю. И конечно, классно начать время отпуска с одного дня, может быть, когда ты выспишься. А безусловно, в отпуске нужно эмоционально зарядиться и финансово потратиться, но как показывает практика, в отпуске деньги исчезают гораздо быстрее за один месяц, чем они зарабатываются за целый год. И оно важно, необходимо, но смысл, смысл ежегодного отдыха, я верю в другом. Господь, он заповедует нам смотреть. И вот как мы прочитали, что наша жизнь, наша плоть, как трава, имеет период, когда мы трудимся, садим, пашем, жнем, но точно так же слава человеческая, как цвет на траве. То есть приходит время, когда наши победы, наши какие-то достижения, они тоже проходят. И так важно осознавать, что этот период, он закончится. Я верю, что в отличие от наших побед, достижений, успехов на работе, есть нечто вечное, и это Господь. Господь, который регулирует нашу жизнь, Господь, который направляет наши ноги на свои пути. И ежегодный отдых, он прежде всего нужен для того, чтобы произошло какое-то переосмысление, осмысление ценностей, тех целей, которые ты имеешь в своей жизни, в своем труде, в своей работе, может быть, в своей семье. И задать вопросы перед Господом, которые ты не можешь задать в течение всего года, ты трудишься, у тебя происходит ежедневная смена декораций, которые в принципе дом, работа, дом, работа. Но время отпуска это когда ты уединяешься, нет людей, ты уединяешься от привычного уклада жизни, для того, чтобы поразмыслить, молитвенно обратиться к Господу. Не обязательно весь отпуск с утра до вечера стоять на коленях и молиться Ему. Важно просто пребывать в этом уединении и размышлении. А что? Что я созидаю? Что я творю? Куда я иду? Что я здесь? Я предлагаю продолжить читать историю про Илью из Третий Царств 19 главы с 8 стиха. Господь не просто дал Илье возможность отдохнуть, выспаться, поесть. Он сказал ему 8 стих И встал он, поел и напился и подкрепившись той пищей шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. Сорок дней и сорок ночей. В принципе вполне себе ежегодный отпуск. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне и сказал ему Господь, что ты здесь Илья? Хорошее время спросить себя, а что я здесь? Он сказал, возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господнем, и вот Господь придет, пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяния тихого ветра. И это время, момент, когда Илья успокоился. Он уже просто констатирует факты Господу о том, что он возревновал, что он переживает за сынов Израилевых, которые оставили завет, разрушили жертвенников. Он уже не просит смерти себе, он просто говорит, что за ним охотятся. И общаясь с Господом Бог открывается ему. Он открывается ему не просто в каких-то шумных, громких стихиях, в тихом веянии ветра. Господь, Он желает, чтобы мы задавались этим вопросом, что я здесь, периодически осмысляли свое бытие, свое пребывание на этой земле, дела рук своих, свои какие-то поступки, которые может быть мы можем оценить как положительные или отрицательные. И знаете, пустяк время, там описывается дальше, как Илья общается с Господом, он ему открывается в веянии тихого ветра, но в 15 стихе Господь дает конкретное повеление Ильи пойти, помазать одного на царство, другого в пророке, он дает конкретные инструкции и направления, что необходимо тебе сделать. И знаете, я верю, что время отпуска необходимо нам для того, чтобы получить новые ориентиры или получить новый энтузиазм и запал для того, чтобы продолжить свой путь, продолжить то движение, которое уже начато. И это важное, необходимое время. И не обязательно этих целей достигать на жарком пляже, лежа в песке. Эта цель и этот смысл, который Господь дает нам через эти примеры ежегодного отдыха, уединения, они могут быть реализованы там, где ты находишься. Но есть несколько принципиальных условий, которые нужно выполнить. Важно сначала отдохнуть физически, получить вот этот отдых и отпустить это утомление физическое, усталость, как сделал Илья. Отдохнуть, поспать, поесть. Важно получить эмоциональный заряд, так необходимо сделать себе праздник, сказать, какой я молодец, я работал, я заслужил себе награду и подарить себе какой-то подарок, какую-то награду. И, знаете, Господь не случайно 40 дней ведет его через пустынные места. Так важно уединиться на время отпуска от привычного повседневного, повседневной атмосферы, повседневных дел. Некоторые говорят, я возьму отпуск, но я побуду в городе, если нужно, я буду решать какие-то дела. Это не отпуск, это не отдых. Так важно оставить на какое-то время все, сменить обстановку, может быть, с семьей, может быть, с друзьями и отложить все мысли о деле, но вернуться к мыслям о смысле своей жизни, о каких-то вечных вопросах, к мыслям о направлении, о стратегии, может быть, о путях твоих. Куда ты идешь дальше? А что тебя ждет? Что ты можешь изменить? Или, может быть, тебе нужно повернуть совершенно в другую сторону? Это время Господь нам дает в отпуске. Драгоценные, я хочу пожелать каждому из вас, чтобы три типа этого отдыха пребывали в вашей жизни, чтобы вы не забывали спать по ночам, чтобы вы вместо картошки по воскресеньям ездили на природу, может быть, жарить шашлыки и отдыхать с друзьями, ходили на рыбалку. Я хочу пожелать вам, чтобы ваш отпуск было время обновления, время размышления над смыслом вашего бытия. И я верю, что если весь этот отдых будет в вашей жизни, то ваши пути, они будут верны, прямы и праведны пред Господом. Давайте мы помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твои законы, за Твои принципы и установления, которые Ты нам оставляешь и заповедуешь. Мы благодарим Тебя за день и ночь, мы благодарим Тебя за шесть дней труда и день отдыха. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность раз в году отдыхать, так же, как и природа останавливается и замирает. Господь, мы желаем, чтобы каждый из этих отдыхов был на своем месте, чтобы мы не откладывали их и не копили, не копили эту усталость, не копили это время, но могли эффективно его использовать. Не просто валяться в кровати, но наслаждаться, наслаждаться делом рук своих, заряжаться этой энергией, эмоциями, целями, для того, чтобы вставать вновь за Тобой и следовать вперед, идти по Твоим путям. Господь, ведь мы желаем не просто прожить эту жизнь бесцельно, бессмысленно, потому что нам кто-то говорит, что делать, но мы желаем двигаться с Тобой, мы желаем, чтобы наша жизнь, она была направляема Тобой, она была насыщаема Тобой каждый день, каждую неделю, каждый год. Господь, мы любим Тебя, за все Тебя благодарим и славим. Великий всемогущий Господь, хвала Тебе добудет. Аминь. Драгоценные, желаю удачи вам в ежегодных ваших отпусках, и сейчас предлагаю завершить наше богослужение еще одним очень важным служением, служением пожертвования, приношения. И сейчас вы увидите ролик о способах, которыми вы сможете стать участниками Божьего дела, проповеди, Евангелия. Благословение вам! Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга», ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности, любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-0-2. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространение Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова